Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас. Наша сегодняшняя встреча посвящена среднему заработку. Наши контакты вы видите на экране. Наша электронная почта, телефоны, телеграм-контакты. Ввиду сегодняшнюю встречу я, консультант-аналитик Динет Галина Гардышева. И вы видите на экране адрес нашего сайта. Если вам по какой-то причине оказалось неудобное время проведения вебинара, или вы, например, не смогли досмотреть его до конца, то вы можете вернуться спустя некоторое время на сайт. Мы выкладываем записи вебинаров, и вы можете посмотреть этот вебинар. Возможно, что-то еще заинтересует вас, какая-то другая информация. Так что приглашаю вас к сотрудничеству. Итак, программа нашего вебинара, вы видите ее на экране, посвящена сегодня расчету среднего заработка. То есть, в общем-то, абсолютно не новая тема, но, тем не менее, здесь есть несколько подводных камней. Мы поговорим с вами про расчет, про алгоритм расчета среднего заработка в 2024 году. Для чего нужен средний заработок, и как расчет связан с новыми изменениями 2024 года, когда у нас поменялись и МРОД вырос, и расчеты пособий были изменены. Про документальное оформление, какие справки, какие документы мы можем получить в конфигурации. Смотреть мы ее будем сегодня с вами. Точнее, наша встреча будет построена таким образом. Мы нормативную информацию будем смотреть по слайдам, а потом будем переключаться на демо-базу. Сейчас я это сделаю. И, соответственно, на демо-базе уже смотреть какие-то моменты, о которых мы поговорили по слайдикам. Снова переходим на слайдики наши. Ну и, соответственно, какие дополнительные сервисы и отчеты один из предлагает в этом году, чем они могут вас заинтересовать, ну и так далее. Итак, немножко нормативной информации. К сожалению, без нее никуда не денешься. То есть, что такое средний заработок? То есть, это на самом деле расчет, который применяется уже очень давно, но есть разные виды средних заработков, которые используются при расчете отпускных, при расчете компенсации за отпуск, при увольнении, то есть, при расчете выплат, не связанных с отпуском и так далее. То есть, как вы видите, есть несколько алгоритмов и, соответственно, несколько средних заработков. С 1 января 2024 года, как вы знаете, у нас увеличен мрот. То есть, соответственно, все ваши расчеты должны сходить уже из нового мрота, за исключением больничных. Больничных там немножко другая картинка. Кроме того, изменился расчетный период для начисления пособий. И, соответственно, изменились предельные суммы доходов, которые используются при расчетах. Когда мы с вами говорим о среднем заработке для расчета страховых случаев, то есть, например, временной нетрудоспособности, больничный лист, декрет и другие аналогичные страховые случаи, то в этом случае для подсчета среднего заработка расчетный период берется в 2023 и 2022 годы. За эти годы у нас с вами изменялись и мроты, и предельные величины базы для расчета страховых взносов. Так что это надо будет учитывать при расчете соответствующих пособий. Поговорим поподробнее про сначала больничные. То есть это то, что наиболее часто встречается в работе главного, в работе бухгалтера. Это больничные листы сотрудников. И больничные листы, когда наступает страховой случай по декретному отпуску. Средний заработок в этом случае берется 730 дней за 2 года. То есть средний дневный заработок мы рассчитываем все начисления на количество 730 дней. Обратите внимание. Именно по такой формуле рассчитывается средний заработок для всех лиц. Даже если он сотрудник у вас работает на неполной рабочей неделе. С 1 января этого года мрот у нас увеличился и стал 19242. И вот тут начинаются сложности небольшие при расчете длительных и больничных. То есть если, например, сотрудник заболел в 2024 году, то минимальный средний дневный заработок у него при нормальной продолжительности рабочего времени при патитневке, например, у него будет равен 632 рубля. То есть вы видите, мы берем мрот, делим на 24 месяца и умножаем на 24 месяца и на 730 дней. И вот такой расчет применяют в двух случаях. Если в расчетном периоде у работника не было заработка или если заработок среднемесячный ниже, чем мрот. То есть если вы рассчитываете из расчета мрот, и у вас получается ниже, чем мрот. Чтобы это выяснить, сравнивают эти заработки, соответственно, сравнивают из расчета по мроту и из расчета его реального среднего дневного заработка. И вот здесь дальше обратите внимание на такую тонкость. То есть мы знаем, что работодатели у нас оплачивают первые 3 дня нетрудоспособности. И в этом случае, если, например, у человека длительной больничной, например, по поводу инсульта человеку не повезло, то в этом случае фактически средний заработок мы сравниваем с средним дневным заработком, который в прошлом году был другой, потому что им рот был другой. И, соответственно, в этом случае у нас по расчету будет 533,98 рублей. Вот вы видите расчет, который был сделан. Размер пособия в этом случае учитывается с учетом страхового стажа в пересчете за полный календарный месяц. В этом случае он не может быть больше, если страховой стаж сотрудника меньше 6 месяцев. То есть, как вы знаете, в случае различного страхового стажа мы берем разные проценты. То есть, например, если стаж маленький, то, соответственно, берется 60-80%. И стаж, если составляет свыше 8 лет, то в этом случае берется 100% заработка. Ну и, естественно, меньшим рот расчет тоже, соответственно, меньшим рот пособия не может начисляться. Следующий случай, когда мы используем расчет среднего заработка, то это командировочный. То есть, на период командировочных заработникам сохраняется оплата по среднему заработку. И делаем расчет мы с вами вот по такому расчету. В этом случае берутся выплаты, которые происходили в отработанном периоде. И обратите внимание уже на число отработанных дней по факту за этот период. То есть, уже не 730 дней, а количество фактически отработанных дней. Ну, соответственно, при увольнении, если увольнение происходит по причине ликвидации предприятия или сокращения. В этом случае мы тоже зависим от того, как сложилась его судьба в дальнейшем, если можно так сказать. Потому что в первый месяц после увольнения выходной пособия включается средний заработок за первый месяц, на втором месяце это при устройстве. На втором месяце этот месяц происходит выплата среднего заработка. И если он в течение третьего месяца трудоустраивается, то в этом случае его пособие рассчитывается уже по-другому через службу занятости. При увольнении по причине, например, ликвидации предприятия или сокращения штатов должен быть соблюден определенный порядок увольнения сотрудника. Должно быть уведомление сотрудника о предстоящей ликвидации или сокращении за два месяца. И при увольнении мы должны ему выдать справку для постановки на учет в службу занятости. И вот после того, как он становится на учет в службу занятости, тогда, соответственно, первые два месяца мы ему оплачиваем, а потом оплачивает служба занятости, исходя уже вот из такого расчета. То есть средний заработок и опять число отработанных дней по факту. То есть мы уже не берем 730 дней. Хотя звучит то же самое расчет среднедневного заработка. А вот отпускные, вот здесь вот очень интересный момент, потому что итоговый размер отпускных берется за 12 предшествующих месяцев. И, соответственно, в этом случае берется фактическая денежная сумма, которая была начислена и выплачена за этот период, и умножается на количество календарных дней. И опять здесь у нас присутствует с вами МРОД, который с 1 января, как вы знаете, 19242. И расчет отпускных у нас уже привязан к календарным дням. То есть мы среднедневной заработок умножаем на количество календарных дней отпуска. И, соответственно, среднедневной заработок рассчитывается, исходя из общего количества дней. Вот здесь хочу напомнить вам про то, что когда мы говорим про отпуска, среднедневной заработок, у нас мы вообще-то должны рассчитывать его тогда, когда наступает время отпуска, соответственно, с графиком отпусков. Если мы не опираемся на график, то это делается в том случае, если у нас сотрудник имеет несовершеннолетних детей, там многотетные сотрудники и так далее. А в остальном мы должны опираться на график отпусков. Причем Минтруд достаточно жестко регламентирует и как бы следит за этим делом. График отпусков, так же, как и изменения в учетную политику и некоторые другие документы, например, положения о воинском учете, должны быть утвердены приказом по предприятию до наступления календарного дня, календарного месяца. То есть, например, на 2024 год мы должны составить и утвердить график отпусков не позднее 17 декабря. И в этом случае есть арбитражная практика, когда работодатели привлекали к ответственности. И есть еще один очень интересный момент, спорный момент, но тем не менее, который сейчас не в пользу работодателей. То есть, если вы составили график отпусков, были белые пушистые, все оформили правильно и своевременно, но после первого, например, января у вас пришли другие люди, то есть вы приняли каких-то новых работников, то возражение о том, что в график отпусков вы их не могли включить, поскольку он утвердался раньше принятия на работу этих сотрудников, Вот такой довод судами приниматься не будет, несмотря на, в общем-то, достаточно абсурдность данной ситуации. То есть в график отпусков у вас должны быть включены все сотрудники, которые на текущий момент работают в предприятии, и, соответственно, должны быть под роспись ознакомлены с этим графиком. Тогда вы применяете стандартный расчет, стандартный средний заработок, и как бы все довольны. Еще один интересный момент, вот я хочу вам показать, то есть что у нас является базой. Базой для расчета среднего заработка, что в нее будет включено, можно ли это изменить, и если можно, то как. Сейчас мы с вами переключимся на саму конфигурацию, вот вы видите здесь слайдик, то есть у нас раздел «Настройка», в котором существует подраздел «Начисление». Переключаемся. «Настройка» и «Начисление». То есть вы видите все виды начислений, которые включены в расчет, допустим, среднего заработка. Но существует вот такая кнопочка для особо ленивых или сомневающихся, «Настройка среднего заработка», в которую закладочка НДФЛ вы включаете, соответственно, все сведения, которые облагаются НДФЛ, все начисления, которые облагаются НДФЛ, которые не включаются в базу, то есть стрелочками вот этими вот мы можем передвинуть это туда или обратно. При этом, обратите внимание, закладочка «Средний заработок для командировок и отпуска». Другая закладочка «Средний заработок для расчета пособий». Пенсионный. Ну, здесь у нас уже, соответственно, это объединенный социальный фонд «Растие». Статистика, поскольку для некоторых видов статистики учитывается немножко по-другому. И состав фонд, то есть что восходит в фонд «Оплата труда». А вот на статистику, поскольку мы с вами про нее договорили, хочу обратить ваше особое внимание, потому что сейчас статистика применяет уже реальность штрафа. Второй год, если раньше это обходилось, скажем так, ну, ай-яй-яй, но никогда больше ни на день не задерживайте и отправьте сейчас по электронной почте или еще как-нибудь, то теперь такой, скажем, льгодный вариант уже не прокатит. И, соответственно, статистика штрафует при первичном нарушении сроков подачи отчетности или неподачи отчетности. Применяются штрафные санкции до 70 тысяч рублей. Если свыше, допустим, повторное произошло, повторное правонарушение, то в этом случае штрафные санкции увеличиваются до 150 тысяч рублей. Это у нас с вами проверить можно в разделе «Отчетность», раздел 1С «Отчетность». Обратите внимание, раздел 1С «Отчетность» у нас абсолютно одинаковый и в ZUPI, и в ERP, и в других конфигурациях. И здесь у нас есть с вами личные кабинеты. То есть в личном кабинете мы с вами можем посмотреть сайт статистики. И, соответственно, в этом случае мы по своему ИННу можем проверить, какие отчеты мы должны сдавать. Потому что было достаточно много опубликовано отчетов в статистике, которые должны сдавать предприятия. Ну, поскольку у меня, видите, демо-версия, то, соответственно, я не могу перейти напрямую на портал статистики. То есть вы по вашему ИННу проверяете, какие появились новые отчеты, может быть, вы должны их сдать, или, может быть, ваше предприятие попало в какую-то выборку, и вы должны сдавать не совсем стандартную отчетность. Сейчас много отчетности связано с численностью, с персоналом, с фондом оплаты труда и так далее. То есть проще потратить 10 минут, чтобы проверить, чем потом платить. Такие серьезные штрафы. Так, это мы с вами отвлеклись на личный кабинет. И, значит, мы с вами смотрели, какие средние заработки, какие расчеты мы используем, что конкретно включаем в расчет среднего заработка. Ну, естественно, это можно настраивать. Единственное, что хочется обратить ваше внимание, что изначально при обновлениях конфигурации этот алгоритм настроен и требует как бы минимального вмешательства. Если только у вас какие-то индивидуальные для предприятия способы расчета или там применяются какие-то индивидуальные локальные акты, которые регулируют этот расчет, то тогда стоит вмешиваться в это дело. Сейчас мы с вами снова вернемся. Так, в базу расчета, значит, скорректировать мы можем раздел настройки и раздел начисления. Здесь подраздел начисления. Это слайдик тот, что мы с вами уже видели, то есть закладочка НДФЛ. Обратите внимание, что в этом году, в 2024-м, НДФЛ как бы претерпел наиболее серьезные изменения. Конечно, еще не вечер, какие будут изменения до конца года приняты. Сейчас не спрогнозируют, но тем не менее, пока мы с НДФЛ наиболее подвергся изменениям и на него надо обращать серьезное внимание, чтобы не напутать с расчетами. И, соответственно, если мы говорим про средние заработки, то рассчитать правильно пособия или страховые случаи, в зависимости от того, что у нас произошло. Следующий обычно камень преткновения – это расчетный период. То есть у нас используется заданный алгоритм для расчета среднего заработка, который используется при оплате больничного. то есть это документы, в которых зашит данный алгоритм. Это больничный лист, отпуск, командировка, отпуск по уходу за ребенком, оплата дней ухода за детьми-инвалидами, отсутствие с сохранением заработной платы, простой и разогранный стиль, ну, соответственно, увольнение. Автоматически, как расчетный период, используется 12 предыдущих месяцев, как я уже говорила, если мы рассматриваем такие начисления, как отпуск, командировка и так далее. То есть в случае, если у нас идет больничный лист, какой-то страховой случай, например, декретный отпуск, то у нас используется не 12 месяцев, а уже другой период выбирается – 730 дней или, и вот обратите внимание, здесь такое маленькое или, которое на самом деле все-таки влияет на начисление и может вызвать конфликтную ситуацию с фондом, поскольку теперь напрямую фонд оплачивает уже не пилотный проект, а как бы в общей массе. Фонд оплачивает индивидуально каждому работнику страховые случаи, то есть перечисляет самостоятельно. И вот 12 месяцев у нас, если мы используем оплату командировки, оплату сохраняемого среднего заработка, оплата простоя и оплата дни ухода за детьми-инвалидами. Ну, естественно, и выходное пособие. Если у вас есть какие-то индивидуальные начисления, предприятие ваше осуществляет, то в этом случае еще и прочие начисления. Обратите внимание, даже если мы говорим про начисление больничного листа, то расчет периода у нас может осуществляться из расчета 730 дней или 731 день. То есть получается, что мы с вами учитываем 3 периода, 12 предшествующих месяцев, если у нас это связано с отпускными, 730 дней, если это у нас связано с больничными листами, и 731 день, если это у нас связано с декретными. Значит, еще один момент, на который хотелось обратить внимание, и который сейчас, в общем-то, вызывает много вопросов, в связи с тем, что с 1 января у нас стало подаваться два уведомления о начисленном НДФЛе и, соответственно, перечисленном в бюджет по единому налоговому счету. Это у нас начисление заработной платы за первую половину дня и начисление за вторую половину дня. То есть у нас теперь мы аванс не начисляем, а начисляем оплату за первую половину дня. То есть вы видите на экране алгоритм, как, собственно говоря, какими документами следует производить расчеты вот тех или иных начислений. Сейчас переключимся с вами снова на демо-версию. Так. И вернемся, допустим, в раздел кадры. То есть зарплата управления персоналом, если вы уже столкнулись с этим, великолепная программа, но, к сожалению, достаточно трудоемкая при первоначальном заполнении. То есть первоначальное заполнение требует, чтобы были заполнены без пропусков все сведения по справочникам, например, справочники контрагентов, справочники физических лиц. Ну, то есть не пропущены никакие поля, заполнено все полностью, аккуратненько и так далее. Вот тогда расчет заработной платы фактически сводится, можно сказать, диспетчерской службе. То есть в этом случае мы фиксируем рабочее время наших сотрудников, соответственно, создаем документабели и после этого запускаем межрасчетный период, который у нас включается в больничные листы, командировки, потом операции, дополнительные какие-то, может быть, отпуска и так далее. И, собственно говоря, делаем два документа. Первый документ мы с вами делаем при расчете за первую половину. Берем мы этот документ вот здесь, через все начисления и через кнопочку создать. Мы с вами, видите, сколько всего можем выбрать. То есть и при расчете среднего заработка, отпуск без сохранения, с сохранением, то есть все вариации, но при начислении мы выбираем расчет за первую половину месяца и в этом случае у нас, соответственно, очень трудоемкая процедура, то есть после того, как мы выбрали организацию и дату, то нажать кнопочку заполнил. Неимоверно трудная процедура. Так, мы ее делать не будем сейчас. А вот когда мы проводим начисление заработной платы за вторую половину месяца, так сказать, итоговую, тогда мы используем вот этот переход, вот это под меню. Как вы видите, по кнопочке создать, мне уже здесь доступно только создание итогового расчета начисления заработной платы. То есть, вот, например, если я беру начисление у меня январь, то, соответственно, у меня стоит полностью оклад и здесь реализован механизм, что начисления за первую половину месяца заменяются уже итоговым начисления. Почему показываю? Потому что у нас до сих пор очень часто встречаются вопросы, которые касаются именно вот отражения в конфигурации начисления зарплаты за первую и за вторую половину месяца. На самом деле начисления за первую и вторую половину месяца в программе реализованы уже достаточно давно и в текущем в текущее время, скажем так, просто не используются начисления авансов, то есть, например, там аванс фиксированной суммы 10, 20, 30 тысяч используется уже фактически два раза в месяц расчет начисления. Кроме этого, при расчете заработной платы у нас вот мы можем соответственно создавать документ, который уже содержит в себе алгоритм начисления среднего заработка. Ну вот, например, больничный лист, отпускный и так далее. То есть, здесь не надо делать каких-то особых телодвижений, например, как в бухгалтерии вводить что-то, операции или в ЕРП вводить операции. То есть, мы работаем в зарплате управления персоналом строго по документам. Если нам надо внести какие-то дополнительные изменения в алгоритм, то мы через меню достройки, я вам уже показывала, выходим и создаем нужный алгоритм по расчету среднего заработка. Так, сейчас снова с вами переходим. Вот. Ну, соответственно, когда требуется подать какие-то справки, то у нас с вами для этого есть в разделе отчетность есть подраздел справки с сотрудником. Здесь есть один интересный момент. Сейчас мы переключаемся снова на нашу. конфигурацию и останавливаемся вот на чем. То есть в разделе зарплата справки и отчеты у нас есть справки для расчета пособий исходящих со справки для сотрудников 2НДФЛ. Справки 2НДФЛ мы передаем в налоговый орган сейчас с отчетностью с годовой. Но у нас есть раздел 1С отчетность и есть раздел допустим вот кабинет сотрудника он есть в разделе кадры и в разделе зарплата кабинет сотрудника. То есть что это такое чем отличается для чего раздел 1С отчетность это отчетность которую мы сдаем в разные подразделения вот например в разные статистику в единый социальный фонд ну то есть это регламентированная отчетность которую мы сдаем в разные фискальные органы и у нас здесь есть личные кабинеты эти личные кабинеты у нас относятся к организации к юридическому лицу и есть допустим социальный фонд России то есть бывший ФСС где мы смотрим про информацию про проверки про разные про акты и еще личный кабинет по электронным листкам трудоспособности по социальным выплатам и так далее то есть личный кабинет организации а еще личный кабинет у нас с вами есть меню кадры это сервис 1С кабинет сотрудника и зарплата 1С кабинет сотрудника если мы проваливаемся туда то мы видим с вами вот такую картинку вот такой интерфейс значит здесь мы можем почитать более подробно про этот сервис то есть на самом деле этот сервис позволяет составлять справки допустим 2НДФЛ 182 справка ну и разные другие справки без участия бухгалтера то есть для того чтобы подключиться подключиться в этот сервис надо просто подробнее почитать и подключить он может быть на сайте налоговых органов на портале и может быть на портале ЭТС то есть это удобно сотрудник не дергает вас по поводу и без то есть дайте мне справку там о среднем заработке и так далее сотрудник может это сформировать действует этот личный кабинет только в разделе кадры и зарплата а в разделе который мы с вами только что смотрели отчетность так так отчетность 1С отчетность вот эти личные кабинеты это личные кабинеты нет для сотрудников а для предприятия то есть вот это надо заранее как бы разграничивать и кроме того что это 1С отчетность название раздела который вот помогает работать с фискальными органами это еще и сервис 1С отчетность который позволяет напрямую с налоговыми органами обмениваться информации прямо на сайте налоговых органов то есть фактически это убирается длино в виде оператора электронной отчетности то есть в виде оператора ТКС это позволяет во-первых время сэкономить потому что так мы обычно формируем файл выгружаем его во внешний во внешний файл потом этот внешний файл передаем всякие в операторам ТКС там например Астрала отчетность БИС ну то есть вот таким операторам и после этого оператор уже передает файл с вашей отчетностью налоговым органом и потом получает ответ и в обратную сторону уже его возвращает вам то есть на это тратится некоторое время сроки сейчас по многим отчетам например ИФС-1 отчетность военкоматы достаточно короткие это от 1 до 5 рабочих дней поэтому конечно потратить 2 дня на прохождение электронной почты через оператора это обидно то есть через меню 1С отчетности мы можем напрямую обмениваться с фискальными органами но здесь есть ложечка тегтя потому что подключить эту отчетность мы можем только в том случае если у нас действующая подписка ИТС и если у нас подписка ИТС проф тогда мы можем подключить внимание одного юрлица бесплатно а если у нас подписка ИТС техно то тогда мы можем подключить только за деньги деньги правда не очень большие то есть год это примерно 4800 рублей в зависимости от того сколько лицензии но все-таки тоже деньги на самом деле сервис может быть выгоден если у вас например одно головное предприятие там какие-нибудь два второстепенных может быть и Писта или еще кого-то тогда конечно этот вариант вам будет интересен так снова возвращаемся к нашим слайдикам и это слайдик то что начисление зарплаты происходит через два документа на всякий случай чтобы зафиксировать сейчас закроем лишнее зафиксировать алгоритм расчетов и хочу обратить ваше внимание на вот такой момент то есть работа с единым налоговым счетом как я уже говорила и ERP и ZOOP собственно говоря практически имеют одинаковый функционал в блоке зарплаты управления персоналом поэтому практически совпадает расположение и пунктов в меню и как вы видите вот функционал немножечко отличается соответственно если вы работаете с ZOOP корп в этом случае корп имеет дополнительный функционал который не отражен в ERP но тем не менее этот вопрос вопрос работы с налоговым счетом тоже к сожалению часто встречается и сейчас мы снова переключимся на конфигурацию на зарплату управления персоналом так отсюда мы уйдем это нам уже не нужно и поговорим и вот о чем то есть на самом деле когда вы работаете с зарплатой соответственно у вас возникает ситуация когда вы либо вы ведете в конфигурации полностью расчет заработной платы соответственно и учет в разрезе сотрудников либо вы ведете в ZOOP отдельно и потом делаете выгрузку например в бухгалтерию или делаете выгрузку в ERP в этом случае вам надо проверить что в разделе зарплата у вас есть раздел бухучет и соответственно последней операцией которая сопровождает расчет заработной платы у вас отражение зарплаты в регламентированном учете в бухучете то есть вот этот вот пункт то есть после того как вы создали такой документ вы можете запускать обмен и у вас происходит обмен с другими конфигурациями и для этого естественно у вас вот эти вот настройки должны быть синхронизированы то есть и в ZOOP и в бухучете то есть начисления должны быть одинаковые ну должны совпадать так сейчас мы вот так делаем вот и что еще при работе с двумя с двумя уведомлениями то есть как вы помните с начала года у нас в прошлом году был переходный период в этом году он у нас уже перестал действовать и мы не можем подавать уведомления мы можем подавать мы не можем подавать платежки мы можем подавать только уведомления и уведомления у нас соответственно с вами в этом случае формируются по результатам начисления. Которые вот начисления, допустим, за первую половину, потом начисления за вторую половину и так далее. Работа с единым налоговым счетом. Здесь у нас с вами мы формируем все расчеты. Выгружаем, если мы не здесь делаем, выгружаем их в нашу рабочую программу. И уже потом при работе с банками мы формируем вот по тому сейчас переключимся вот по такому слайдику работаем с единым налоговым счетом и формируем два уведомления. И обратите внимание, у нас появился помощник перехода на ЕНС, он немножечко подкредитирован, потому что на ЕНС мы работаем уже год, то есть, как так сказать, здесь сложностей нет и неожиданностей нет, то есть все уже давно перешли на ЕНС. И теперь работаем, так сказать, вот с ним с единым налоговым счетом в этом году. И нужно отметить, что в этом прошлом году НДФЛ был приоритетным, то есть получил приоритетное преимущество, так сказать, при оплате. То есть, если у вас есть несколько разных начислетний по разным налогам и несколько уведомлений вы подали и, например, не на все хватает ваших денежных средств, которые на этом суде, то приоритетно будет списан НДФЛ. и уже потом в оставшиеся очереди те, на которые хватило денежка. Поэтому это надо обязательно учитывать и, соответственно, достаточно денежных средств для оплаты всех ваших обязательств располагать на расчетном налоговом счете, то есть единый налоговый счет. еще, но это уже немножко больше справочная информация, это у нас в этом году изменились лимиты и лимиты, которые мы применяем в связи с не со средним заработком, а с другими направлениями, но тоже по поводу, например, расчета заработной платы. То есть это удержания, которые имеют право предъявить налогоплательщик и это лимиты, которые были увеличены. То есть компенсационные выплаты, это у нас выплаты, которые сотрудники имеют право, во-первых, при расчете среднего заработка, облагаемый, не облагаемый налогом, а во-вторых, которые налогоплательщик имеют право заявить в связи с тем, что у него сложились обстоятельства, например, обучение, лечение и так далее. Но первое это до 700 рублей, этот не новый абсолютный лимит, он действовал и раньше, но раньше под налогообложение не попадали начисления, которые были связаны с командировками и с суточными. Как мы уже говорили, командировочные это расчет среднего заработка за 12 месяцев и в командировочные входят это проезд и проживание. Работник по ним отчитывается, доставляет отчетные документы, а вот суточные это какие-то дополнительные расходы. И если у нас в локальных нормативных актах было указано, что, например, суточные повышенные, то есть не 700 рублей, а сколько-то, то в этом случае предприятие имело возможность официально сэкономить на налогах. В этом году такая возможность перекрыта, то есть не облагаются НДФЛ только 700 рублей по России и 2500 рублей в других странах и, соответственно, уже сэкономить на налогах не получится. И точно так же работники, которые по вахтовому методу, это другой сложный метод работы, то есть компенсация за вахтовый метод, это тоже устанавливалось местным локальным нормативным актом, то есть это трудовой договор, мог быть положение об оплате труда, это, например, когда прописываются надбавки за вахтовый метод работы, и эти надбавки были достаточно высокие, потому что предприятия с удовольствием пользовались такой льготой, то есть была арбитражная практика, когда такие надбавки составлялись до 50%, ну и теперь к сожалению такой возможности не будет, поскольку 700 рублей не облагаются под доходным налогом, а в остальном вы можете эту надбавку оставлять, она будет такая, какую вы обозначите в местных локальных актах, но уже будет под всеми налогами и под НДФЛ. Еще один момент, который надо учитывать, это нерезиденты, то есть то, что у нас нерезиденты приравнены по подоходному налогу по НДФЛ к резидентам и теперь значит мы с них не 30% удерживаем и не следим за календарем, что они 183 дня у нас не ногой за территорию России, а соответственно нас не будет интересовать сколько календарных дней они были безвыгодно, но в этом случае мы также как и с обычных сотрудников с резидентов удерживаем с них 13% или 15%, если нарастающим итогом их доход составил больше 5 миллионов. Ну и соответственно у нас предельная база для исчисления страховых взносов тоже увеличена 2 миллиона 225 тысяч. И еще один момент вычеты. То есть вычеты это собственно говоря то чем человек может воспользоваться у нас социальный вычет 120 тысяч сейчас увеличен до 150 тысяч и вычет на обучение детей в два раза повышен 110 тысяч но обратите внимание на ложечку дегтя 110 тысяч на обоих родителей то есть не на одного 110 и на другого 110 а на обоих. И еще один такой скажем ну не очень приятный момент это то что у нас изменилось расчет уплаты НДФЛ у нас изменился то есть мы с вами суммируем базы по НДФЛ в этом году значит соответственно при приеме сотрудника в середине года вы должны запросить сведения с него или с фонда о других заработках которые на него поданы и суммировать базы потому что может оказаться что если у него есть еще допустим по договорам ГПХ где-то работал то соответственно общая база у него будет свыше 5 миллионов вы должны быть из него удерживать уже не 13 процентов а 15 процентов какие виды вычетов у нас существуют это собственно говоря вот вы видите на экране часто применяемые это обучение детей обучение себя лечение физкультурно-оздоровительные услуги уже не вызывает скажем так приступы веселье воспринимается на уровне рабочей практики выносы страхования на пенсионное обеспечение то есть и пенсионное обеспечение и добровольное страхование и накопительную пенсию а вот последний который вы видите на независимую оценку квалификации налогоплательщика этот вычет сам работодатель вам не представляет но вы можете заявить это если вам такую оценку пришлось сделать вы можете заявить его при подаче декларации когда сдаете его в налоговый орган то есть такое право есть и встречается достаточно не часто еще на чем хочу остановить ваше внимание это на том что в этом году у нас перестал действовать мораторий на налоговую на материальную выгоду то есть если вы выдавали заем физическому лицу то в этом случае у вас есть ставка по которой процентная ставка по которой вы выдали этот заем ниже 2 3 ставки рефинансирования то в этом случае возникала материальная выгода которую вы должны были рассчитать и с этой материальной выгоды выгоды начислить НДФЛ по ставке 35 процентов у нас действовал мораторий с 21 года то есть 21 по 23 год действовал мораторий на начисление этих процентов с 1 1 января такой мораторий перестал действовать и сотрудникам должны начисляться соответственно проценты материальной выгоды но самое неприятное не это а то что эти проценты ежемесячно должны перечисляться в налоговые органы это кстати говоря достаточно распространенная практика была то есть выдать займ учредителю или кому-то из руководителей и теперь нужно очень внимательно следить за перечислением этих процентов потому что штрафные санкции применялись в предыдущие годы до того как мораторий был введен применялись очень широко и сейчас после отмены моратория здесь нужно сделать акцент на то что эти договора действуют не только которые вновь выданы то есть в 2004 году но и выданы в предыдущие годы поэтому проверьте пожалуйста свои договора и если вдруг вы все-таки материально выгоду упустили из виду то обязательно нужно пересчитать начислить проценты с материальной выгоды по НДФЛ и обложить и перечислить этот НДФЛ собственно говоря в налоговые органы органы и еще один момент изменения формы отчетности то есть 6 НДФЛ у нас за первый квартал применяется уже по новой форме за год мы отчитывались по старой форме а за первый квартал 24 года новая форма 6 НДФЛ и обратите внимание она не только форма изменена но изменен и формат самого отчета и если например вы не обновили программу вовремя а надеялись что в последний момент в режиме ручного редактирования подправить то не получится формат этого отчета тоже совершенно другой и соответственно сейчас мы снова переключимся на слайдики соответственно посмотреть какой у вас релиз вы можете вот по этому вот значку у вас открывается вот такое выпадающее меню интересует нас вот такая пиктограммка их кружочки информация то есть здесь у нас информация о платформе а вот здесь мы смотрим информацию о конфигурации то есть релиз конфигурации обратите внимание что мы с вами смотрели сейчас на 28 релизе это достаточно новый релиз от 24 года уже внесены изменения и соответственно он содержит все новые формы регламентированных отчетов то есть если вы на более старых например еще на 27 то обратите на это внимание потому что в 27 еще некоторые моменты были недоработаны вот и хочу еще отметить вот какой момент то есть если вы работаете например у вас не крупное предприятие вы ведете заработную плату ну расчеты заработной платы в зупе то в этом случае нужно проверить чтобы у вас ваши сотрудники имели возможность настроить все то есть вот начиная от интерфейса и кончая разными другими функциями чтобы вы могли настроить права сотрудников потому что теоретически права например расчетчиков и права других специалистов кадровиков например разграничены и очень часто настройки по заработной плате если у вас создан пользователь с правами расчетчика он не будет видеть кадровые документы а еще по поводу отчетности хотела вам сказать меню сервис у нас есть с вами дополнительные отчеты дополнительные обработки дополнительные отчеты мы можем настроить список ну то есть вот стандартными средствами это я уже извините быстро-быстро говорю и использовать его дополнительно и меню настройки то есть соответственно необходимо проверить перед началом работы что у вас заполнены все классификаторы что они у вас правильно сделаны и в меню настройки вы можете проверить справочники про организацию то есть желательно проверить справочник организации справочник должности ну если вы подразделение идете по подразделениям и соответственно классификаторы то есть сейчас вынесены изменения были в соответствии с ну изменениям законодательства все были изменены некоторые классификаторы вот и виды справок в принципе нас интересуют справки которые мы можем зафиксировать в программе 1С значит вот вы видите я вам показала сюда можно добавить новые какие-то справки ну соответственно если вам эта информация нужна на этом на этом моменте у нас уже к сожалению закончилось время я снова хочу переключиться на наши слайды и снова показать вам слайдик с нашими контактами с телефонами и пригласить к сотрудничеству мы будем рады оказаться вам полезными мы выполняем весь спектр работ с 1С то есть продажа настройка доработка то есть все виды работ и будем рады оказаться вам полезными а сейчас компания Кодерлайн благодарит вас за время которое вы нам уделили благодарит вас за внимание к нашим материалам разрешите на этом закончить наше собрание попрощаться и приглашаем к дальнейшему сотрудничеству и по наше сомнение переносит своими сомнение подсказки х по постановкам наше до до Продолжение следует...